Ребятульки мои, привет! Тысячу лет не снимал на свой старый телефон, поэтому прошу прощения сразу за качество видео. И просто из-за того, что выйдет сегодня это видео. Сегодня я, как обычно, записывал для вас интересный влог. На улице классная погода была. Я с вами гулял, общался, утром кошек кормил, обсуждал злободневную тему на сегодняшний день. Пришел домой сегодня, начал монтировать видео. И, к сожалению, кроме первого видео, которое у меня было, все остальные кусочки от видео оказались почему-то без звука. Возможно, что-то у меня сломался телефон, потому что я его перезагрузил. В принципе, то он сейчас записывает. Но те видео я никак не могу восстановить. Поэтому будем считать то, что телефон пойдет на проверку. С Пашей уже посовещался, порешил, что нужно будет с ним сделать. Вот, короче. И самое главное, что нужно с ним как-то решить вопросы. Уже быть аккуратным и осторожным. Потому что проблемка действительно есть. Потому что и в WhatsApp иногда меня не слышно, когда я по видео разговариваю с родителями, с другими людьми. Перезагружая телефон. И он начинает дальше нормально работать. Видимо, в этот момент точно так же что-то с ним случилось. И все видео, которые были отсняты потом на улице. И где я с вами ходил, общался по парку, разговаривал. Обсуждал очень интересную тему. Просто это видео оказалось точно так же как-то... Не знаю, что с ним случилось. В общем, без звука. Без звука. Поэтому смысла без звука глухонемовое видео нет выпускать. Поэтому сейчас я вам предлагаю посмотреть Мукбанк. Всем любителям Мукбанка вы давно их не видели. Поэтому не смотрите, что оно было снято еще до того, как мы поехали в Ялту. Там интересная тема. Давайте вместе посмотрим. Я вспомню, о чем я там говорил. Ну а вы присоединитесь, пожалуйста, к этому контенту. И не забудьте поставить пальчики вверх. Лайки, комментарии, репосты я приветствую. Поэтому поддержите меня и давайте вместе смотреть, что же там было в том Мукбанке практически полтора месяца назад. Всем привет. Ну вот кто смотрел когда-то тот влог, когда я тут завтрак от себя готовил. Вот я наконец-таки и приготовил его. Не знаю, когда вы увидите, правда, это видео. Во время нашей уже поездки в Крым. Или до того, уже раньше, так скажем, до отъезда. Но в любом случае, всех любителей Мукбанка я приветствую на моем канале. И тех, кто совершенно случайно зашел на мой канал, обязательно оставайтесь, подпишитесь. Нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о том, что выходят мои новые видео. Если кто не знает, то, возможно, мы уже в пути. Мы едем в Крым, в Ялту отдыхать. Поэтому посмотрите мои видео из путешествий. Есть обыкновенные влоги. В общем, очень-очень много всего интересного. И, конечно же, стримы. Стримы мы проводим редко, но все-таки метко, как говорится. Секунду. Забыл посолить помидоры. Думаю, надо остановить, пока не начал есть. Потом уже не будет неудобно. В общем, такой обыкновенный. У меня сегодня странный завтрак. Я даже не знаю, как бабушку. Мне это называла Кишмиш. Это папина мама. Шурум-Бурум. Не Кишмиш, а Шурум-Бурум. Ну, я решил тоже сделать Шурум-Бурум. Потому что сегодня целый день прибирался. А перед отъездом... Ну, это нужно было сделать. Потому что в день до отъезда... Не знаю, верите вы, не верите. Ну, в общем, говорят, нельзя прибираться перед отъездом, перед сам. Поэтому я за два дня решил все прибирать. Чтобы потом какой-то из дней просто чуть-чуть так пол протереть. Мы уезжаем в понедельник. Ну, наверное, в субботу, если что, вечерком, еще чуть-чуть так быстро это... Приберусь. Помидорка свежая, домашняя, воронежская. Гречка, яйцо вареное. И очень люблю жареные крабовые палочки. Не знаю, вы едите их или не едите. Ну, вот... Пробовали, почему сказать, жареные их есть или нет. Ну, мне они очень нравятся в жареном виде. Помидорка сочная, домашняя. Гречка, зараза, чуть-чуть не доварилась. Ну, ладно. Я просто так уже хотел есть, что... Невозможно терпеть уже. Я еще купил сегодня вот такую вот икру кабачковую. Я очень люблю икру кабачковую. Она стоит всего в магните буквально что-то рублей 39, что ли. По сравнению с другими известными марками. Сейчас мы ее с вами попробуем. Вот так она выглядит. Очень вкусная. Правда. Не смотрите, что я ем из банки, потому что сегодня я это все доем. Если не сейчас прямо. Кстати, если у кого есть магнит, вы такую можете икру брать спокойно. Я, кстати, брал как-то дорогую. Но есть было невозможно. Там, мне кажется, со всеми семенами, с чем только можно было, пропустили. В наше время сейчас качество продукции и производитель абсолютно нет. Все раньше бандюй, горошек возьмешь. Он мягкий, вкусный, сочный. Последний раз заберешь просто невозможно. Из сухого, видимо, материала готовят. Из сухого сырья. Что я хотел тут с вами поговорить. Конечно, мысли сейчас только об отпуске. Не хочется мешать видео с Мукбанком, видео с путешествиями, с влогами и так далее и тому подобное. Все вы знаете, что в Мукбанке практически я один из самых первых начал разговаривать. Ну, в России, я имею в виду. Хотя, раньше у меня куча была просмотров. Но я не трешую, поэтому людям надо, чтобы свиные виски были во время Мукбанка. Не важно, не суть. Короче, что значит тут у меня произошло? Да потому, что я всегда во время такого нашего Мукбанка с вами... Кстати, всем приятного аппетита, кто-то кушает со мной. Говорим о каких-нибудь темах. И вот сегодня, ну, не сегодня, где-то дней 4-5 назад, я думаю, о чем поговорить, не вспомнил эту ситуацию, которая со мной произошла. У меня был очень хороший друг в Перми. Когда я учился, работал, там жил. Мы с ним дружили. У нас была очень большая компания. Но, потом, со временем, эта компания куда-то рассосалась, разъехалась. В частности, это же из этой же компании была Катя Малючина, про которую вам рассказывал. это девочка трушовая в прямом эфире. Вот там есть у нас тоже такой друг Андрей. Я очень долгое время я такой человек и говорил, что я собственник, наверное, в хорошем смысле этого слова. Для меня человек, если попадает в друзья, это для меня, во-первых, многое. Я человека многое даю, но и от человека требую. Требую в том смысле, что ответных каких-то взаимных отношений. Но я считаю, что это целая настоящая дружба. Человек должен без повода позвонить, без повода узнать, как дела и чем он занимается, не хочет ли он просто пойти погуляться. Понятно, что человек может быть занят, но не в этом дело. У него долгое время, даже несмотря на то, что расстояние все-таки, да, проверяют отношения, я уже тогда переехал в Москву и все, ну я в Пермь часто ездил и по работе тогда кастинги там проводили, ну ездил часто. И вот в какой-то из моментов Андрей стал ну отдаляться. Я, конечно, понимал, что расстояние, время, разные, личная жизнь, то есть появляются, да, разные какие-то интересы, но все равно я, так скажем, пытался до последнего поддерживать связь, звонить, поздравлять с праздниками, писать открытки новогодние, просто так звонить, писать смски ватсапе, вайбере, вконтакте, еще тогда, так скажем, мессенджеры такие основные были. Пытался все-таки поддерживать связь, потому что я прекрасно понимаю, что дружба, она не дается просто так. и дружба, она действительно, наверное, проверяется временем, временем и расстоянием, но я не хотел терять этих людей всех, в частности, вот Андрея, который остался в Перми, хотя я его звал в Москву тоже переезжать, все остальное, его родственники тоже говорили, но неважно. В общем, пытался поддерживать как-то связь, но в какой-то момент началась игра в одни ворота, то есть ты играешь, играешь, играешь с человеком, общаешься, разговариваешь, тебе человек вроде бы отвечает, потом через какое-то время человек просто не берет трубку или пишет смс-ки, пока занят, перезвоню, не перезванивает, потом вообще перестает трубки брать, в конце концов, потом просто меняет номер телефона, не зная, с чем это связано, ну, всякое бывает, да, с тарифа на тариф, там перешел, все остальное, но опять же не сообщает номер телефона свой, новый, последний раз мы с ним общались в том году, по-моему, у него день рождения весной, я ему позвонил в очередной раз, и он меня даже не узнал, ну, он, конечно, выпивший был, но все равно, то есть мой номер телефона у него даже не записан, то есть я-то ему звоню, тот номер, который у меня был, его, а он, то ли я у него не записан, то ли еще что-то, я сначала, позав, в прошлом году как-то удивился, раз, потом второй раз, а в том году звоню, с днем рождения его поздравить, и говорю, вот и чем мой номер, ты не записываешь, уже сколько лет-то прошло, он так и не вкурил сначала, кто это, пока я не сказал свое имя, как меня зовут, ну, потом мы с ним поговорили, конечно, но я ему, причем уже в прямую сказал, он меня уже тогда с днем рождения не поздравлял, ни с праздниками, ни с каким, я ему просто уже в прямую сказал, говорю, я говорю, ну, в отличие от тебя, я каждый праздник тебя поздравляю с днем рождения, я каждый праздник тебя поздравляю с событием, с каким-то, да, с днем, поздравляю тебя с днем рождения, каждый год, а ты меня нет, Ну, потом он, конечно, ничего не ответил Потом какое-то время прошло Я думаю, ну, наверное, на день рождения все-таки получу какой-то от него ответ Потому что, ну, впрямую уже человеку сказал Ни хрена В этом году мне это надоело Я думаю, зачем я буду играть в одни ворота Сколько-то может продолжаться Уже, так скажем, все перегорело А ведь с этим человеком мы тоже прошли огонь в воду и медные трубы Точно так же, как и с этой Катей Катей Гусевой, Катей Малютиной Про которых я вам там рассказывал в прямом эфире Ну, думаю, ну все, перегорело Ну, что ж я буду насиловать себя, как у меня подруга Катя Азанова Которая сейчас в Сочи живет Она мне как-то умную вещь сказала Не стоит насиловать человека своим общением, если он этого не хочет И вот у меня это как-то в голове Какая-то такая философская мысль Не знаю, ее это или где-то вычетная Она мне так понравилась Я сжигал, стал сжигать мосты И не зря, видимо, это дело Потому что люди так про тебя и не вспоминали И вот прошло время В том году он мне не поздравил с днем рождения Прошел год, уже полтора практически В этот день рождения меня тоже не поздравил И здесь, значит, пишет мне Вконтакте Я сначала подумал, что его взломали Потому что, ну, человек, когда с тобой не общается столько времени Тебе не пишет, не звонит Никак не активен В твоей жизни, еще раз повторюсь Пассивен больше Даже не пассивен, а не участен И вконтакте приходит сообщение Привет Как дела? Давно тебе не звонил, не писал Как Москва? Я сначала думал, его взломали Думаю, ну, жду Ну, ответил, как бы, привет Смотрю, его в сети нет и нет и нет и нет Ну, думаю Сейчас, наверное, будут деньги просить Вы знаете как? Была у меня история С моими подругами детства Когда мы были В том году в Крыму Мне вконтакте написали Типа Оля Вот Оля Поздеева Юля Поздеева В Воронеже живут Его старшая Сестра Юля Поздеева Я, как бы, от своего имени Пишет Олег Привет У нас произошла трагедия Мама умерла От инсульта Скоропостижно Собираем деньги Типа на похороны Вот моя карта Причем Реально карта Присланная прямо Сбербанка Прямо на карте Как будто бы Выдаблены Вот эти вот Значит там Юля Поздеева Ну, номер карты Вот, пожалуйста, карты Если сможешь Помоги, пожалуйста Хотя бы там Ну, тысяч десять Там Сколько можешь Отправь Типа нет денег На похороны Наверное, в панике Я вот Буквально вот Секунды я был готов Что-то отправить Но потом Меня как-то, знаете, Щелкнуло Наверное, потому что Я научен и понимал Что вконтакте Очень часто Взламывают людей И я позвонил Просто младшей сестре На всякий случай Ольге И говорю Оля, у вас Гру, все в порядке Она говорит Да Я говорю Как у вас, мама Да нормально Все хорошо И потом я, значит Рассказываю Вот эту вот историю Я говорю Значит, Юльку взломали И все остальное Страница уже Естественно У нее заблокирована Никаких комментариев Написать нельзя Ну, в общем Как-то она там Представляете Вот так вот Сколько людей взламывают Поэтому была такая ситуация Вы будьте осторожны С этим вконтакте Несколько раз Лучше спросить У человека Те знания Ваши общие Которые вы только Можете обладать Только вот ты И тот человек Который находится На той стороне Вконтакте Например Я так это часто делаю То есть Меня просят там что-то Я говорю Там, например Как мы называли Своего мастера По режиссуре То есть Какая там Кличка была Или еще что-то То есть Могут знать Те люди Которые внутри По Андрею Который написал Мне вконтакте Почему должен взломать Думал Думаю, наверное Сейчас начнут Подспросить деньги Так же к этому Приготовился А потом Написано Главное Как дела В Москве Как Москва Думаю Ну вот эти мошенники В принципе Никогда так не общаются Не говорят А потом У меня же написано Что город проживания Москва Там все остальное Думаю Вконтакте Все это можно прочитать Ну я ему написал Говорю Андрей Пишин Как бы на телефон Мне Что писать Вконтакте Он опять написал Что типа нет Моего номера Телефона У него Все таки Его не взломали Паша был удивлен Потому что Он как бы понимает Он знает Андрея Он по сути дела Это неплохой парень Ну просто Удивился тоже Чего говорит Наверное сейчас Что-то просить будет Наверное сейчас В Москву Наверное в Москве Хочется встретиться Я так на него На Пашу посмотрел Говорю Со мной Он со мной Не разобщается Не встречается Мы с ним встречались С Андреем Он был в Москве Ну не собрать 14-15-16-17-18-19-20-21 Лет 7 назад Лет 7 назад Я там сбросил Просто один год Еще посчитал Примерно Когда мы с ним Могли встречаться И все И больше он мне Не писал За 7 лет Самостоятельно Не писал И не звонил Только я ему писал За 7 лет Чтобы вы понимали Что я не просто Так раз за год И не стою Не перестаю Общаться с человеком 7 лет прошло За 7 лет За 7 лет Человек мне ни разу Не написал Ни разу Не позвонил Ни с праздником Ничего никак Нигде Я не обижаюсь На этих людей И когда бываю В Перми Если со мной Кто-то захочет Встречаться И здесь в Москве Обязательно встречусь С этим людьми Но Дольше Дальше знакомства Никогда не будет Ну вот Паша Тоже я ему сказал Я говорю Со мной встречаться Я говорю Мы с ним 7 лет Не общаемся Не виделись Я говорю Как я с ним Буду общаться О чем разговаривать Ну думаю Ладно Созвонились Ну вроде разговор Сначала так Ни о чем Никак Ну к чему-то Всю эту историю Рассказываю Сейчас поймете Во-первых Напишите в комментариях Как вы к этим людям Таким относитесь Которые Никак с вами Нигде никак А потом раз Через 5-7 лет С вами появляются И Действительно В разговоре С Андреем Ну мы сначала Там одном Поговорю о другом Как бы Ни о чем А потом он говорит Да я тут В Москву хочу приехать Числа 11 12 15 На несколько дней Там на пару дней Воду говорит Может быть встретимся Я говорю Андрей слушай Нас не будет Я говорю Мы уезжаем в Крым На 3 недели Я говорю Нас не будет Поэтому ты говорю Извиняй Игру Не получится Ну и как-то В разговоре Он мне просто Сам сказал Ну что Говорит Я думаю Еду в Москву Ну что Говорит Я со своим Другом Не могу Увидеться Своему Другу Не могу Позвонить Ребята Прошло 7 лет Я подчеркиваю Вот это Самая главная Фраза Сегодняшней темы Человек Не звонил 7 лет Я с ним Быстретился Ну просто Что Что в голове Сидит у этих людей Я понимаю Что все в жизни Бывает Бывает Куча Не хватать Времени Сегодня Завтра Послезавтра Через месяц Через два Но когда 7 лет Проходит И у меня Наверное Не хватило бы Совести Позвонить Не хватило бы Просто Не знаю Воспитание Это Или еще Что-то У меня Просто Не хватило Совести Наглости И чувства Такта Позвонить Человеку С которым 7 лет Я не общаюсь Я знаю Что у меня есть Подруга Люда Протасова Которая Сейчас Столярова Которая Живет В Екатеринбурге И мы С ней В день Рождения У меня 11 июля У нее 15 Мы друг Другу Эту Стафетную Палочку Каждый Год Передаем И мы Я знаю Что есть Такие Люди С которыми Ты не Общаешься Но Они О тебе Всегда Думают И помнят А Про Андрея К сожалению Я так Не могу Сказать Потому что Мы слишком Давно Не виделись И Вот эти Односторонние Движения Односторонние Отношения Игра В одни ворота С моей стороны Они конечно Притупляются Ты понимаешь А зачем И это проходит Сначала Ты переживаешь И болеешь Наверное У каждого Такое бывает День Два Полгода Два Три года Но когда Ты проходишь Семь лет Ты Обрастаешь Новыми Знакомыми Новыми делами Какими-то Собъективными Рядами Которые Покрывают Вот этот Весь негатив И ты Конечно Вспоминаешь Об этих Людях Потому что Слой Отношений Который Длился 10-15 лет Что с Катей Смолютиной Что с Андреем Хомяковым С Андреем Мы не поругались Абсолютно У нас никаких Не было Стычек И все остальное Просто Время Так скажем Нас Растянуло Вот Но Для меня Еще раз повторюсь Что я такой человек Когда ты С человеком Дружишь Не год Не два А 10-15 лет Когда ты Работаешь С этим человеком Он был Моим подчиненным В институте В Академии Культуры В моем Подразделении Когда мы Работали вместе На теплоходе 5 лет И с мая По октябрь Мы катались Ели из одной Тарелки Спали в одной Кровати Пережили Огонь Воду Медные Трубы Пережили Всякие Страшные И радостные События Живя в Перми Он кстати Тоже ездил На разборке Тогда У Малютины Если вы помните Я вам говорил Что у нее Там ее любовник Этот там С теплохода Сточил ноутбук Который еще тогда Были редкости И очень дорого стоили И мы тогда С ним вдвоем Ездили на разборке В какие-то Нижние мулы Черт знает куда В какую-то деревню Где нас просто Могли там поубивать Ради этого Человек Вот ради Кати Малютиной Хотя брать ее Живя рядом В Добрянке Вы можете посмотреть Перми Добрянка Где находится Расстояние Там приехать на машине В полчаса Ее братья не поехали Разбираться Ее родители Поэтому Вот такая дружба Была сильная Чтоб вы понимали Представьте Своего друга С которым вы сейчас Дружите Или сдружились Когда-то И вы сейчас С ним расстались Это вы меня поймете Вот самый-самый Близкий ваш друг И вот эти Самые-самые близкие Друзья Одна меня предала Другой Так скажем Перестал со мной Общаться Ну и я в принципе Тоже Поэтому вот эта игра В одни ворота Она как-то вот Закончилась В какой-то момент И я понял Что смысла Особого нет Но повторюсь Что меня Больше Удивила Фраза Вот это наверное Простота Деревенская Я не знаю Как это правильно Назвать Почему я не могу Позвонить Своему лучшему другу Почему я не могу Со своим другом Встретиться в Москве Меня больше Убили вот эти фразы Как бы может быть Если он бы Об этом не говорил Но А тут сказать нечего Потому что Рано-рано или поздно Затягивается Какая бы рана Глубокая не была Конечно Она может загнить Но с помощью Антибиотиков А жизнь С помощью Других знакомств Другими Событийными Жизненными Обстоятельствами Заклеивает И заживляет Эти раны Поэтому Он мне правда Спросил номер телефона Этой Кати Малютиной Про которую Я с ней не общаюсь Уже столько лет Я почему посчитал Потому что 7 лет назад Он приезжал И как раз со мной Отдельно встречался От Малютиной Ну он сначала С ней встретился А потом Мы на машине С Пашкой Поехали с ним Встречаться И вот и поэтому Я посчитал Что примерно Сколько лет назад Это было Я говорю У меня нет этого телефона Я говорю С этим человеком Я общаюсь Андрей Ты же знаешь Да Ну короче Не важно Он только Единственное Сказал Правильную вещь А кто же Обижается Так на правду Я говорю Не знаю Вот ты с ней Будешь встречаться И у нее Спроси Я говорю У меня ее телефон Нет Спроси у других Знакомых Кто может Тебе дать Ее номер телефона Мне она неинтересна Абсолютно С ней встречаться Тем более Я не хочу И номера телефона У меня уже лет 7-8 точно нет Поэтому Встречайтесь Общайтесь Разговаривайте Я говорю Я буду на отдыхе У меня будут Абсолютно положительные Другие эмоции Некогда Это с вами делать И вот Для меня Удивляют Такие люди Которые тебя Забывают На многое Количество Времени А потом О тебе вспоминают Вспоминают Что этот друг Есть Самое главное Что хотят Воспользоваться Снова тобой Потому что Я стал Прямо Раскусывать Как орешки Таких людей Когда ты Наверное Потому что Жизнь учит Потому что Она выучила Меня на одних Людях На других На третьих На Кате Малютины В частности И ты Сейчас Просто Как рентген Просвечиваешь Этих людей Конечно Друзья Должны Помогать Друг другу И в тяжелых Ситуациях Жизненных И радостных Но Когда это В одни ворота И ты сначала Не сознаешь Это Когда ты Поглощен В отношениях Дружеских Но Рано или поздно Это осознание Приходит И слава богу Что оно Мне пришло Потому что Сейчас я могу Этих людей Видеть И когда Я в Москву Переехал Я помню Но это Совершенно Другая история Была Когда я в Москву Переехал И мне стали Звонить Те люди Которых Я вообще Не знал И особенно Узнали Какую должность И где я работаю И чем я занимаюсь И с какими людьми Я общаюсь И встречаюсь С какими Продюсерами Актерами Мне стали писать Такие люди Которые Со мной Практически Вообще Не общались В Перми Несмотря на то Что я хорошую должность Занимал И в Перми Когда я работал Стали писать Привет Там наш друг Там Вот то 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 Ну знаете И этот Так Таких людей Вообще Прямо было видно И Ты сразу Понимал Что это Вот Прямо Они прямо Без всякой маски Они прямо Настолько Листили Они настолько Прямо Лебезили перед тобой Что Ты понимаешь Блядь Что Что Блядь Происходит Вообще Зачем они это делают Ну неужели Я понимаю Вот Насколько Нужно быть Лизоблюдами Насколько Нужно быть Вот этим Мылом Без Мыла Взади Знаете Вот как Это залезть Вот без Вазелина Вот это Вот это Просто Вот Насколько Слизкие Бывают люди Ну это Ладно Одно Когда мы Там А когда Друзья Передают Забывают 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 Тебе Это Конечно Ну Такой Мерзопакостный Этап Твоей Жизни Но Жизнь Еще раз Повторюсь Дана Для того Чтобы Учиться Нужно Познать Здесь Какие-то Вот Именно Бог Меня Меня В частности Послал Наверное Вот Где-то Когда-то В какой-то Жизни Что-то Я не понял Или Наоборот Я поступал И здесь Карма Не наоборот Может быть Я как-то С людьми Так не поступал Правильно В прошлом Жизни В прошлой Жизни Теперь Жизнь Показывает Что Вот Как ты Делал И тебе Сейчас Самому Неприятно Возможно Душа В этом Теле Проходит Именно Обучение С этой Стороны Что Нужно Осознать Что Нельзя Было В прошлый Раз Так Делать Возможно Наоборот Это Какое-то Испытание Которое Должен Пройти Вот Эти Предательства Какие-то Ну Предательства Не особо Таких-то Не было Жизненных Это Конечно Громко Сказано Самые Главные Предательства Это Конечно Были От Близких Людей Про Которых Я вам Говорил Это Катя Малютина Про Которую Рассказывал И Дима Петров Ну Это Отдельная История Потому Что Там По сути Дело Не запутанная Совсем История Просто Нужно С чувством С толком С расстановкой Рассказать И вы все Поймете И поймете Где Кто На чьей стороне Потому Что Правда Она Есть Правда И я Не боюсь Рассказывать О ней Я Не боюсь Клясться Под Своими Показаниями И Клясться Своим Здоровьем Или еще Чем-то Потому Что Я Говорю Правду И Конечно Там Тоже Мне Человек Предал Вот Это Наверное Два Человека Это Дима Петров И Катя Которые Ну Которые Просто Перешагнули Меня Хотя С Димкой Мы Проходили Тоже Огонь В воду И медные Трубы И мы Очень Часто Ругались Два Эмоциональных Импульсивных Человека И Он Лев И То Творческий Человек Такой Тоже Знаете Разносторонний И Мы Мирились Часто Но В какой-то Момент Вот Он Почему-то На меня Обиделся Опять Обиделся На правду Но Наверное Там Дает Знать Немножко Другие Его Психологические Психическое Состояние Душевное Но Это Мы Поговорим С вами В другом Уже Влоге Вот Поэтому Хочу У вас Узнать Как Вы Относитесь С В Москве Я бы С ним Встретился И Поговорил И Погулял Где-то В кафешке Покатались На машине Но Сэляви Как Говорится Я буду На побережье Черного Моря В это В это Время Напишите Как Вы К этим Людям Относитесь Игнорите Обижаетесь Не Обижаетесь Таких Друзей Как Вот На Какую Чашу Весов Вы Поставили В Какой Отдел Магазинный Продуктовый Может быть В бытовой Технике Ненужный Шкаф Или Разношенные Калоши А может быть Нужный Продукт Хлеб Колбаса Жду Ваши Комментарии Пока